МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстрелы, бои и засады в станице Луганской. Чье развитие собираются опередить в России, причем здесь китайские гастробайтеры и трудовые лагеря советских времен. Предсмертное интервью братьев Куаши и эвакуация Диснейленда. Что сегодня переживают парижане? Все боятся и чувствуют себя здесь некомфортно. Должны делать что-то и сами люди. Бои, обстрелы и жертвы. Накануне возле станицы Луганской наши бойцы попали в засаду. Атаку отбили, но с потерями с нами на связи из зона АТО. Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Какие подробности есть об этом происшествии? Да, Наталья, действительно. Сегодня мы работали в станице Луганской. Этот приграничный город разделен на две части. На часть, которая контролируется украинскими силовиками, а также часть, которая контролируется боевиками. И вот вчера во время очередной ротации там были обстреляны бойцы Национальной гвардии Украины, после чего завязался ожесточенный бой с применением танков, артиллерии и градов. Подраздел Национальной гвардии зашел на их позицию, выбил их из этой позиции. Потом в ответ был массовый обстрел из всех, из засобов, что у них было. И так как появились ранены, довелось хлопцев оттуда вытягивать. Было задеяно два танка, за тем, у которых уже вывозились ранены. В результате этого боя, как минимум двое украинских военнослужащих погибли. Еще девять человек получили ранения. По словам военных, они уничтожили восемь боевиков на ближних подступах, а также наблюдали, как несколько скорых и кразов вывозили то ли раненых, то ли убитых ЛНРовцев на дальних рубежах. И также в результате использования боевиками Града в станице Луганской были разрушены дома мирных жителей. Вчера и сегодня в кварталах, прилегающих к украинским позициям, работают патрули. Дело в том, что туда периодически проникают корректировщики огня. Тут переважно сидят люди. Вони смотрятся, где падают там минометы, гради. И тогда они кажутся два метра влево, пять вправо. Вот так. И мы стараемся оглядать, куда положатся мин, полностью перемещение. В каждую хату заходим, проверяем. Когда бои прекращаются через железнодорожный переезд, который, по сути, делит станицу Луганскую на украинскую часть, подконтрольную боевиками, так вот там начинают ходить транспорт, и люди под угрозой обстрелов вынуждены ездить за продовольствием и всем необходимым прямо через зону активных боевых действий. Как наша ситуация? Так, вот. Вот так вот. На бомбе. У меня просто другого выхода нет. Я езжу, покупаю ребенку молоко. И хотя на данный момент интенсивность боевых действий в станице Луганской снизилась, тем не менее, военные находятся в состоянии повышенной боевой активности, так как провокации и обстрелы могут возобновиться в любой момент. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. И еще одна моя коллега находится на востоке, а сейчас с нами на связи будет Эльвина Сейдбулаева. Эля, о чем удалось узнать сегодня тебе? Здравствуй. Да, Наташа, сегодня наши бойцы отбили атаку под Еленовкой. Там находится 28-я бригада. И, как рассказали нам бойцы, террористы наступались до Кучаевска. Около 8 часов утра минометный обстрел вели села Ясное. И во время атаки, считанные секунды, наши бойцы успели забежать в блиндажи. Там находились около часа. И вот, что они говорят. Оце мина сюда попала. Стреляли оттуда. Это уже второй раз нас обстреливали, потому что первый раз обстреляли пехота, потом мы пехоту отбили, они уже второй раз нас начали обстреливать опять минометом. Противник находился от наших бойцов примерно в 300 метров. Разведгруппа боевиков, по словам украинских военных, составляла примерно 20 человек. Атаковали из танка и БМП, и наши защитники к себе не подпустили. Вот здесь, в лощине, танки и БМП было по дороге. Начали отстреливаться, с чего могли он. Муха чуть-чуть неудачно выстрелила. Ну ничего, тут остановили, но он развернулся. Но двоих, не знаю, или 300, или 200, ну повредили. То они развернулись, уехали. И сегодня в Волновасе прошла эвакуация более сотни этнических поляков. И сюда они добрались своим ходом, в основном это жители Донецка. Там оставили почти все, с собой взяли только теплые вещи и документы. В первую очередь мы из-за ребенка решили все-таки выехать. Потому что не спокойно, психологическая сторона, понимаете, это отпечаток на ребенке. Жить страшно. Все приходится оставлять, бросать и не бежать. Потому что так складываются обстоятельства. Конечно, будем скучать. Там родственники остались, родители остались. В Волновасе этнических поляков уже встречали автобусы, которые сначала доставят их Хармков. Там находится генконсульство Польши в Украине. И напомню, что месяц назад люди обратились к правительству Польши с просьбой помочь им. И стало известно, что в ближайшие дни Мариуполь перейдет на специальный пропускной режим. Сначала уже начали оборудовать пункты проверки гражданских лиц. Все это делается для предотвращения проникновения диверсантов. На этом у меня все. Наташа. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева была с нами на связи. Прощание со Скифом в Киеве на Майдане в последний путь проводили бойца батальона Айдара Олега Сидора. 37-летний разведчик с позывным «Скиф» погиб вчера ночью во время обстрела трех избенки и счастья. Еще с Майдана он был в афганской сотне, потом пошел добровольцем в зону АТО. Участвовал в освобождении более десятка населенных пунктов. В августе в Новосветловке во время обстрела изградов был ранен, но после лечения сразу вернулся на фронт. Сегодня с ним прощались боевые товарищи. Похоронят герой на Закарпатье, где у него остались жена и двое детей. Герои не умирают! Герои не умирают! Он, жертвуя собой, смог вывезти ребят. И получив ранение, он опять же ушел туда. Да, мы с ним довольно часто сталкивались именно по своей же работе, где там, в Луганске. Как бы были постоянно передовой. Он хороший стратег, он хороший командир. Это человек-человек, свое слово. Нет подвалов и некуда бежать. Жизнь в оккупированных городах. О ней нам по телефону рассказывают жители Донецка и Луганска. Послушайте. Вчера и сегодня в городе стало неспокойно. На Востоке очень слышно выстрелы с пушек, с града. В первой половине дня были слышны выстрелы с танков. Все это происходит в станице. Идет ожесточенный бой. В Вергунке пострадало два дома. Были разрушения. То есть за последний месяц такого еще не было. Чтобы до города достреливали снаряды. А сейчас уже страдает город. То есть люди не на шутку перепуганные. У нас возобновлены полномасштабные военные действия к нашему ужасу. Опять громкие ночи. Опять мы не спим. Опять всю ночь держимся ближе к тем помещениям, где нет окон. И с ужасом осознаем, что это может быть надолго. У нас нет подвала, в некуда бежать. Подвал это живая могила в девятиэтажных дорогах. Надеяться только на то, что случайный снаряд, он просто не попадет именно в мою квартиру. Это ужасно. Бук, из которого сбили малазийский Боинг над Донбассом, привезли из Курска. Так утверждает немецкая организация журналистских расследований «Корректив». По фотографиям, которыми она располагает, можно сделать вывод. В Украину Бук доставили из России военные 53-й зенитно-ракетные бригады. Эту установку удалось запечатлеть по дороге из российского Курска. А в день крушения Боинга французский журналист сфотографировал боковую часть этого же бука с плохо закрашенным номером. Потом его везли в Снежное по Донецкой дороге номер 21. Сопоставив фотографии, становится понятно, что это один и тот же комплекс. Канада утепляет украинскую армию. В Одессу сегодня прибыло первое судно с гуманитарной помощью для солдат. На борту корабля 42 контейнера. В них зимняя одежда, куртки, брюки, обувь, различная экипировка. На будущей неделе ожидается прибытие еще двух судов из Канады с аналогичным грузом. Гуманитарная помощь в первую очередь предназначается для украинских военных в зоне АТО. Скандал вокруг программы поддержки волонтерского движения в Днепропетровске. Почему волонтеры не рады миллиону гривен от Горсовета, расскажет Наталья Грищенко. Эту программу городские депутаты приняли в аккурат под Новый год, 29 декабря. Годовой бюджет солидный, порядка миллиона гривен. В сети даже появилось примерное распределение средств по некоторым пунктам. Почти 100 тысяч на проведение круглых столов, 90 на печать информационных буклетов и столько же на социсследования. Именно эта калькуляция и взорвала волонтерское сообщество. Одни считают, раз чиновники дают, надо использовать этот шанс. Намеряем там как бы благие у людей у нас в Горсовете, но мы просто проконтролируем это все и не дадим, что это все разбазарили. Но другие возмущены, зачем тратить сотни тысяч на семинары и буклеты, когда нужны оптические прицелы, дизельные генераторы или топливо, чтобы заправить волонтерские бусики. Это не вписываются ни в какие рамки. Там какие-то фестивали в честь дня волонтеров, круглые столы, семинары, сайт, который волонтеры каждый сам себе бесплатно может написать. Это бесполезная трата денег. В соцсетях сразу разгорелся скандал. Кто-то считает, что чиновники хотят нажиться на программе. Есть и такая версия. Это повод поссорить волонтеров между собой. Такой бурной реакции в мэрии не ожидали. Оправдываются. И рады бы выделить деньги из бюджета на закупку того же термобелья или берцев, но не позволяет закон. В программу заложили те статьи, финансирование которых разрешено. Решать, куда какую сумму тратить, будут сами волонтеры. Деньги будут тратить не мэрия, не чиновники, которые здесь находятся, а сами волонтерские организации. С волонтерской общественной организацией мы заключаем договор. И потом, согласно этому договору, мы перечисляем эти средства. Единственное условие для получения денег – волонтерская организация должна быть зарегистрирована официально. Что касается сумм и статей расходов после скандала, в мэрии готовы их пересмотреть. Какие пункты вычеркнуть, а какие, наоборот, добавить? Несмотря на то, что программа утверждена, в нее возможно вносить коррективы. Так утверждают чиновники. Этим и планируют заняться в ближайший понедельник, именно 12 января. Сюда, в мэрию, придут представители волонтерских организаций. Вместе и будут решать, что и как изменить. Наталья Грещенко, Евгений Коденцов. Подробности Днепропетровск. Ультрасы для армии. Как футбольные болельщики собирают деньги для солдат? Что продают? Сколько зарабатывают? И что такое местный бойцовский клуб? Подробнее Ольга Поломарюк. Футбольные стикеры, раритетные журналы и вымпелы. Эти парни больше месяца собирали спортивные артефакты по всей Черновицкой области. Артур ради благого дела пожертвовал любимым биноклем, с которым ходил на матчи. Его парню подарили в детстве. На благотворительном аукционе Лот заработал рекордных 310 гривен. Мне было лет 7, когда я взял этот бинокль. И вот я так решил, что сейчас то время, когда надо с ним попрощаться, так как можно его на аукционе продать за нормальные деньги. И эти деньги могут помочь нашим воинам в зоне АТО. Все товары для благотворительного аукциона хранятся здесь, в небольшом спортзале. Стартовая цена лота в среднем 30 гривен. Торги проводят в соцсетях, а иногда прямо здесь, в бойцовском клубе. 140, 150. 250. 250. 250 раз. 252. 3. Пробуем. Я знаю, что эти деньги пойдут на добрые справы. Они поможут нашим воинам в зоне АТО. Ну и плюс, мне будет приятно иметь дома такую речь. Я совсем не шкодую. За собранные деньги ультрасы закупят теплые вещи и обувь для солдат. Мы сейчас поддерживаем тех хлопцев, которые представляют фанатику Буковины на сходе. Там у нас есть пару человек, которые сейчас в лавах умцов. Мы или напрямую, когда они приезжают домой на отдых, им передаем, или передаем через волонтеров. Такой инициативой болельщиков восхищаются сами футболисты. Александр Тимириский, капитан футбольного клуба Буковина. Узнав о благотворительной акции, тоже согласился пожертвовать дорогими сердцем вещами. А еще отдать часть премиальных, заработанных в новом игровом сезоне. Мы готовы с командой дать ту часть, которую мы могли бы отдать туда. Все, что мы можем, то мы думаем, что у нас есть на данный момент. На вопрос, сколько продлится аукцион, болельщики отшучиваются, мол, до тех пор, пока не оденут всех солдат-земляков. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Предсмертное интервью братьев Куаши. О чем они рассказали? Из-за кого сегодня эвакуировали Диснейленд? И чему научила эта страшная неделя французов? Обо всем подробнее Елена Зорина. Она в Париже. В пригороде Парижа сегодня снова неспокойно. На этот раз эвакуация во французском Диснейленде. Посетителей вывели из парка, а постояльцам отеля на территории сказали оставаться в номерах. Одна из его жительниц угрожала себя взорвать. Утверждала, что она соратница вчерашнего захватчика кошерной лавки. А медику либо лист. Все это не подтвердилось. Но туристу арестовали. Ей грозит до двух лет тюрьмы или же штраф в 30 тысяч евро. Также стало известно, что братья Куаши, устроившие теракт в еженедельнике Шарли Эбдо, перед смертью дали интервью журналистам. Сознались с Адейном и в том, что их финансировала геменская ячейка Аль-Каиды. Понятно, что это была спланированная акция, что они работали вместе. И Амиди Кулебали в эфире телеканала БФМ сказал, что для него то, что произошло нападение на Шарли Эбдо, было знаком, что он может начинать. Для французов то, что произошло, это стало уроком единства. Это стало тем, что показало, насколько французская нация может быть по-настоящему искренне сплоченной. В самом Париже, как и в последние дни, много полиции. Так будет еще несколько недель. Вооруженные правоохранители под редакциями СМИ и храмами. Мы побывали сегодня возле центральной синагоги. Вовнутрь не пускают, там вспоминают погибших. Кошерные лавки, где накануне погибли четверо заложников, люди несут цветы. Я думаю, сейчас в Париже, во Франции, очень сложная ситуация. И полиция действительно должна что-то сделать. Потому что все боятся и чувствуют себя здесь некомфортно. Должны делать что-то и сами люди. Погибших сегодня вспоминают по всей стране. Манифестации собрали десятки тысяч человек. Но самая масштабная акция состоится завтра. Марш памяти, или как его здесь называют, республиканский марш. По предварительным оценкам может собрать больше миллиона французов. Приедут и европейские лидеры. В частности, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер Италии, Великобритании, Испании. И президент Украины Петр Порошенко. И как стало известно сегодня, Россию на мероприятии будет представлять глава МИДа Лавров. Были приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность этого марша. Все, кто хотят посетить его, могут чувствовать себя в полной безопасности. Участники марша пешком пройдут несколько километров. От площади республики до Венцанских ворот. Там, где вчера погибли люди. Из Парижа. Елена Зорина, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. И как стало известно, этой ночью застрелился комиссар полиции, работавший по делу Шарлеев До. Об этом сообщает сайт телеканала Франц-3. Что могло послужить причиной самоубийства, пока неизвестно. Незадолго до смерти он встречался с родственниками погибших. Немецкие спецслужбы знали, что братья Куаши могут представлять угрозу. Что такое список потенциально опасных? И как в Германии реагируют на французские события? Подробнее Татьяна Лагунова. Она в Берлине. О том, что Германия может стать потенциальной мишенью террористов, здесь говорят уже не первый год после атак в Париже. Дискуссия разгорелась с новой силой. Немецкие силовики немногословны. Мол, меры безопасности усилены, введен в действие специальный и заранее разработанный план по предотвращению терактов. Но больше никаких деталей. Министр внутренних дел Германии признает, полностью исключить атаки экстремистов невозможно. Нужно быть на чеку, но паниковать не стоит. Над нами не должен властвовать страх, обдительность, безопасность и приверженность демократии. Что касается безопасности, то эта тема будет главной на саммите ЕС в Брюсселе, который состоится в начале февраля. Его уже назвали антитеррористическим. Немецкая пресса пишет, Германия будет настаивать на соглашении об обмене данными об авиапассажирах, которые пересекают границы ЕС. Речь идет о так называемых ПНР данных. Это персональная информация о клиентах, которую авиакомпании получают при продаже билетов. Пока это только планы, но что уже изменили атаки в Париже, это отношения немцев к сатире на религиозную тематику. После нападения на редакцию журнала «Шарли Эбдо» многие германские издания перепечатали опубликованные там карикатуры на пророка Мухаммеда. Хотя ранее предпочитали их ретушировать. Завтра же в знак солидарности с французами в Берлине пройдет марш в память о жертвах терактов. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. 20 лавин за ночь. Как Закарпатье справляется со снегом? Можно ехать или лучше подождать? Замерзшие трубы, гололед и смерти от переохлаждения. Израиль под снегом. Постельные тайны. В чем обвиняют экс-главу ЦРУ и как это связано с его отставкой? Может ли иностранец одолеть коррупцию в Украине и каким должен быть главный антикоррупционер нашей страны? Расскажет Ирина Романова. Всем своим видом конкурсная комиссия демонстрирует борьба с коррупцией. Процесс прозрачный. Уже второе заседание открыто для прессы. Здесь не скрывают идеального кандидата на должность главного борца с коррупцией. Члены комиссии представляют по-разному. Я за это взялся и подготовил. Виктор Мусияко также подготовил свои тексты оголошения. Бан Кеслер, итальянец, написал английскую мову текст оголошения и ставил электронную кошту за годину до начала заседания. Самый дискуссионный вопрос допускать и в конкурс иностранцев. Здесь комиссия разделилась на два лагеря. Закон Украины о создании антикоррупционного бюро четко описывает эти критерии. И мы не можем их изменять. Это должен быть гражданин Украины с юридическим образованием и десятилетним стажем. Мы должны обеспечить максимальную плотную конкуренцию среди кандидатов. В том числе иностранцев. Да, в законе сказано, что директором бюро может быть только украинец. Но где написано, что кандидат на эту должность уже должен быть гражданином Украины. Поддерживает его Иосиф Зисис. В конкурсе, когда мы подаем трех кандидатов президенту, потом он подает им в Верховной Раде, пока так в закону ее, возможно, поменяется, но пока так, и только после решения Верховной Рады президент его призначает. Вот на тот момент он должен иметь украинское гражданство. Велему разрешили голосованием. Кто за то, чтобы предоставить в оглашении возможность участия украинцев в конкурсе? Семь за. Из девяти против двое. Джованни Кесклер и Виктор Мусияко. Уточнили чинной комиссии и другие критерии. Обязательное юридическое образование, стаж работы в правовой сфере. Объявить конкурс должны до 25 января. А сколько сейчас отрабатывал конкурс? Мы тоже сегодня будем обозначать. У нас есть два подхода. Минимальные два тижня и другой подход месяц. Подивимся. Мы хочем, чтобы, как можно, скорейше Верховная Рада отримала кандидатуру. Но сначала депутаты должны будут изменить закон о бюро. В парламент уже поданы четыре законопроекта. Ирина Романова, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. Опережающее развитие или северокорейско-китайская экспансия. Почему жители Владивостока не в восторге от кремлевских идей, и что об этом думают русские националисты, расскажет Данил Русаков. Он в Москве. Проект передачи Дальнего Востока китайцам именно так в шутку назвали под шумок «Принятый закон». Теперь повод для возмущения в оппозиционно настроенной среде. Другие молчат, телевизор о нововведении ничего не сообщал. Как и в случае с братьями Навальными, все решили сделать аккурат в празднике. Завоз гастарбайтеров из Китая и Северной Кореи назвали вынужденной мерой. Она якобы приведет к экономическому благоденствию. Колонии, куда их поселят, это территория опережающего развития. Там, кстати, российское законодательство будет действовать очень ограниченно. В статье 18 этого закона черным по белому написано, никаких квот для приезжих не предусмотрено. То есть на территорию Хабаровского и Приморского краев их можно завозить решительно в любых количествах. И они тоже всем Дальним Востоком проголосуют и выйдут из состава России, когда туда поедут вежливые китайские люди. И, к сожалению, эта ситуация очевидна для русских националистов, но почему-то не очевидна для сенаторов и депутатов Государственной Думы, которые голосуют за все, что им спустят. Статья 27 этого документа привлекает к себе внимание отнюдь не меньше. Оказывается, отбирать земли у местных жителей в пользу китайских и корейских колоний можно и нужно все ради опережающего развития, разумеется. Некоторые такую инициативу уже назвали упразднением права собственности. А что будет потом? Всего в Хабаровском и Приморском краях проживает почти 3,5 миллиона человек. Это территория, где плотность населения одна из самых низких в Российской Федерации. Какое же опережающее развитие она получит уже через несколько лет? Впрочем, сама идея не нова. Еще во времена Советского Союза под Владивостоком были так называемые трудовые лагеря северокорейцев. Тогда в них существовали даже свои судьи. Теперь же многие опасаются, как бы так не вышло, чтобы приговоры во Владивостоке со временем не начали выносить именем КНДР, ну или КНР. Данил Русаков и Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Около 20 лавин сошли сегодня ночью на дороге в Закарпатской области, в Тяческом и Раховском районах. О лавиноопасной обстановке дорожники предупреждали заранее, ориентируясь на погодные условия. Несколько дней в регионе шел снег, в горах выпало до полуметра снега, потом резко потеплело. В момент схода лавин машин, к счастью, на дороге не было, пострадавших нет. На несколько часов было заблокировано движение на автодороге Мукачево-Рогатин, но к обеду снежные завалы удалось расчистить. В районе Делового тоже били часу ночи, зашла лавина на протязи 150 метров, на всю ширину поезжей частины. Там было били 800 кубов. И там, звичайно, ситуация набагато склоннейшая, дорога была полностью державного значения, дорога полностью перекрыта. Замерзшие трубы, гололед, снежные заносы и смерти от переохлаждения. Это новости не с Крайнего Севера, а с Ближнего Востока. Подробности погодной аномалии страны вечного лета от Сергея Услендера. Первый раз за все время работы в Израиле мне на съемку пришлось надеть перчатки. Холодно. Необычайно суровая для этих мест погода держится уже несколько суток. Здесь сейчас около нуля. В Иерусалиме он значительно выше в горах до минус пяти. А на севере, в районе голландских высот и города Цфат, установилась вообще рекордно низкая температура. Минус десять градусов по Цельсию. Для властей это самое настоящее испытание. Им приходится бороться с обрывами линии электропередачи, например. Ликвидировать многочисленные аварии на системах жизнеобеспечения. В том же Цфате, например, нет воды. Перемерзли трубы. А уж что творится на дорогах, просто не передать словами. Израильтяне, они и в обычной жизни не очень хорошие водители. А что такое гололед, например, и вовсе не слышали. Израильские водители не готовы, не тренированы, не обучены и неопытны в зимнем вождении. Это вносит свою долю паники и сумятицы в нашу работу. Но опять же, то, о чем мы говорили, опыт приходит и к водителям, и в основном к нам, дорожным службам и дорожной полиции. Полиция очень вовремя перекрыла горные дороги и трассы, ведущие в Иерусалим. Поэтому заторов, как в прошлом году, там удалось избежать. Но на дорогах очень много аварий. Сказывается все тоже отсутствие зимнего опыта. Очень холодно в квартирах израильтян. В высокотехнологичной стране строят, увы, без систем отопления. Поэтому народ обогревается кондиционерами, колориферами и прочими энергоемкими приборами. Из-за этого резко выросло потребление электричества, возросли нагрузки на сети. Как следствие, появились новые аварии. Уже есть погибшие, в частности, бездомные. Есть случаи сильного переохлаждения стариков. Их доставляют в больницы. Но самое тяжелое положение сейчас в секторе газа. Очень много людей там живет в палатках. Палатки эти сейчас даже залиты водой из-за наводнения. И все это в условиях вот таких заморозков. Уже отмечены в случае гибели детей из-за гипотермии. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Масштабная авария в американском штате Мичиган. Из-за обледенения дороги, снегопада и плохой видимости там столкнулись около 150 автомобилей. Один человек погиб, еще 16 ранены. В колонии находился также грузовик с фейерверками. После столкновения пиротехника начала взрываться, и соседние автомобили загорелись. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарные и полиция. Куба. Даже зимой там жарко, а на этой неделе началась еще и политическая оттепель. Почему власти отпускают политзаключенных? Подробнее наш американский сапкор Дмитрий Еловский. Остров свободы опять оправдывает свое название, но уже по-новому. На этой неделе долгожданную свободу обрели 36 диссидентов, которые сидели за решеткой по политическим мотивам. Несогласные с политикой Рауля и Фиделя Кастро вышли из тюрем в рамках налаживания отношений с Америкой. Еще в середине декабря Гавана и Вашингтон взяли курс на перезагрузку. Госдеп Шаги Кубинцев приветствовал. Все эти освобождения напрямую связаны с нашими требованиями освободить 53 узников. Мы передали этот список кубинскому правительству и ожидаем, что еще больше диссидентов выйдут на свободу. Следующий раунд переговоров 21 января. К этой дате кубинцы должны амнистировать и остальных политических активистов. Иначе перезагрузка рискует затянуться. Но новая жизнь уже определенно началась для тех, кто на этой неделе вышел из-за стенков кубинских спецтюрем. Ни Обама, ни кто-либо на свете не может диктовать нам наши же требования. Мы просто хотим перемен, неважно с Кастро или с кем-то другим. Мы хотим демократии. Это именно то, что нужно нашей стране. Ну а что касается Обамы, то в Вашингтоне не все согласны с его желанием вновь подружиться с Кубой. Главные критики, как всегда, на капиталистском холме в Конгрессе. Там уверена, Кастро к демократическим переменам не готов. А шаги Вашингтона навстречу коммунистам будут восприняты, ну, фактически, как прощение кубинских авторитарных методов правления. Остров свободы, истощенный многолетними экономическими санкциями Америки, сейчас ясно дает понять. Мы готовы прощать своих политических оппонентов. Но от самой Америки прощать своих оппонентов, похоже, пока готовы не все. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Любовный кошмар бывшего главы ЦРУ, как случайно родить ребенка, не заметив свою беременность, и лабрадор, проглотивший драгоценности на 20 тысяч долларов. Об этом и не только. В нашем обзоре. Самый бедный президент претендует на звание самого доброго. Хосе Мухико, глава Уругвая, признался, что за пять лет отдал на благотворительность более полумиллиона долларов. Сумма не рекордная, но это почти 90% его зарплаты. Общее состояние семьи Мухики 200 тысяч долларов, включая дом, два старых Volkswagen и три трактора. Нет покоя бывшему главе ЦРУ, Дэвиду Патреусу. ФБР и Миньюз требуют возбудить против него уголовное дело. Генералу обвиняют в передаче секретной информации своей любовницы. Из-за этого громкого скандала Патреус ушел в отставку. Решение о возбуждении уголовного дела должен принять генпрокурор Эрик Холдер. Сюрприз в виде материнства. 23-летняя американка Кэтрин Кропус родила ребенка через час после того, как узнала, что беременна. Вси девять месяцев женщина не замечала никаких признаков. Прибавку веса списала на праздники, а к врачам обратилась из-за сильной боли в спине и животе. Через час после обследования родилась маленькая Элли. Полностью здоровая девочка. В латвийских гипермаркетах по ошибке распространяли приспособления для размножения. По крайней мере, на ценнике товара красовалась надпись «Комплект для создания детей». Ошибку быстро заметили и заменили этикетки. Но на самом деле это был детский комплект для лепки. Обычный пластилин. Генеральная уборка. В Китае за последний год из интернета удалили 3 миллиона порнофайлов. Также власти закрыли 10 тысяч сайтов, которые содержали, по их мнению, незаконную или вредную информацию. Еще конфисковали 16 миллионов нелегальных изданий. В последнее время правительство Си Цзиньпина развернуло кампанию по борьбе за общественную мораль. Лабрадор с поистине изысканным вкусом. В американском городе Талса, штат Оклахома, молодая собака по кличке Сьера полакомилась двумя драгоценными кольцами общей стоимостью в 23 тысячи долларов. Ветеринар успешно изрек украшения из желудка животного. Пес идет на поправку. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэ. Я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok